Насекомые союзники Украины и США. В докладе, который в июне Российская Федерация направила во все парламенты мира, помимо боевых комаров фигурирует саранча-убийца, а также заразные клещи. Подобными абсурдными заявлениями Россия снова пытается отвлечь мировое сообщество от собственных военных преступлений. В чем Кремль пытается обвинить Украину? Мы собрали наиболее безумное заявление. Мы имеем дело с паразитами. Это пиявки, клещи, клопы, крысы. Мы сейчас пытаемся договориться с пиявками, чтобы они перестали пить нашу кровь. Но договорись с комаром, договорись с клопом, договорись с крысой. Методички российских пропагандистов уже несколько лет неизменны. По их заявлениям в Украине действуют биолаборатории, спонсируемые США. Страны якобы разрабатывают биологическое оружие с целью уничтожения России. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. Несколько последних месяцев российская пропаганда об этом мифическом биологическом оружии молчала. Сейчас давняя ложь вышла на новый круг. Анализ тактов уничтожения показывает проведение работ с возводителем чумы и сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории. Возводители дифтерии, сальмонолеза и дизентерии в лабораториях Харькова и Полтаве. Это свежее заключение представителя Министерства обороны России. По мнению официального спикера данного ведомства, в Украине заражают перелетных птиц, чтобы те вредили России. Стали известны подробности проекта UP4, который реализовался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы. Его целью являлось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. В связи с тем, что Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции, в рамках данного проекта было изучено 145 биологических видов. При этом были выявлены как минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых переходят преимущественно через территорию России. Все подтверждено, есть печати, подписи. Это не придумка, это действительно те документы, которые попали в руки нашим вооруженным силам. И сейчас мы требуем, насколько я понимаю, на самом высоком уровне ответа от американцев. Помимо птиц, как утверждают российские военные, чиновники и ученые, Украина угрожает Российской Федерации так называемыми боевыми клещами. Нет нужды там распылять просто сам по себе вирус. Гораздо лучше это просто взять, изучив вообще на пути распространения, взять вот эти клещи, вырастить их в лаборатории, заразить их в лаборатории этим вирусом. И потом подсадить куда-нибудь в поле. Пролетающий самолет, за ним тянется след, сбрасывает каких-то зараженных насекомых, распыляет какой-то биологический агент, вот это облако опускается. Значит, если посмотреть в интернете, в открытых источниках, то вот эта вот лаборатория, или именно этот университет, и занимался выведением боевых насекомых. Он первый начал ставить эксперименты на саранче. И по сообщениям одного из российских пропагандистских СМИ, путинские войска будто бы нашли доказательства использования Украиной саранчи в боевых целях. По утверждению этой женщины, скрывающей свое лицо, она установила факты транспортировки насекомых прямиком из США в Россию. Именно как раз в июле и начался лед этой саранчи. И так их личинки все были одного возраста. И саранча вылетела вся одинаково. Это тоже указывает на то, что происхождение этой саранчи неприродное. Если бы это было природное происхождение саранчи, даже как наши экологи утверждают местные ванеровские, то саранча была бы разных размеров. Для усиления эффекта внушения российскому зрителю предлагают послушать предсказания так называемой ванги 21 века. Слепой провидец также на всю страну заявляет об украинских биолабораториях, о существовании которых всему цивилизованному миру неизвестно. Лаборатории, которые сейчас окутан весь бывший Советский Союз, они изобретают, так сказать, бактерии, которые будут нас потом убивать. Не зря они бегали по России и собирали, так сказать, генофонд. Гуси, клещи и комары для российских рупоров Кремля превратились в еще одно оружие в войне, уже информационное. Для примера могу привести только один из проектов Соединенных Штатов с красноречивым названием «Насекомые союзники». Данный проект посвящен тому, чтобы разработать и использовать Соединенными Штатами систему поражения сельскохозяйственных культур насекомыми, носителями генномодифицированных вирусов и патогенов. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. Мировое сообщество. Эти ничем не подтвержденные и граничащие с абсурдом заявления российских представителей либо опровергают, либо игнорируют. У Соединенных Штатов нет программы создания биологического оружия. Украинских лабораторий по биологическому оружию, поддерживаемых США, не существует. Украина владеет лабораторной инфраструктурой общественного здравоохранения и управляет ею, как и многие страны, стремящиеся защитить себя от инфекционных заболеваний. Россия уже несколько лет твердит о разработке биологического оружия в лабораториях в Украине. Но я не видел доказательств этих утверждений. Разработка веществ, в которой Россия обвиняет Украину, якобы при поддержке США, является прямым нарушением конвенции о биологическом оружии. США, напротив же, делает все, чтобы ужесточить эту конвенцию. Также подобными фейками о биоагрессии Россия отвлекает мировое сообщество от своих преступлений, подрыва Каховской ГЭС, ракетных обстрелов мирных жителей, депортации украинцев. Про боевых комаров. Тема стала мемом, потому что российские представители, вроде Василия Небензи, выступают с ней на разных международных площадках на потеху публики. На самом деле это жутко старая теория заговора. В Советском Союзе еще в 80-е годы обвиняли американцев в том, что они разводят боевых комаров. В 82-м году в литературной газете вышла статья о том, что ЦРУ в Пакистане в специальной лаборатории выращивает боевых комаров, чтобы заражать людей малереей. Видимо, сейчас где-то ФСБ сдули пыль со старой КГБшной папочки и пустили ее в дело. В июне Совет Федерации направил во все парламенты мира собственный доклад о биолабораториях в Украине. На очередное письмо из России о боевых комарах реакции не последовало. Катерина Адарченко, политтехнолог, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот мы вместе с вами посмотрели сюжет. Снова боевые комары, клещи и даже блохи. И снова биолаборатории на территории Украины. Ну вот там был доклад, такой доклад, да, спикер Совета Федерации Матвиенко сообщила, что отправят во все парламенты мира. И вот у нас в сюжете было видео, да, это одно из недавних заседаний Совбеза ООН, где Небензя вышел на трибуну, вещала о боевых комарах. И вот тогда у присутствующих уже просто сдавали нервы, да, вот не было сил все это слушать. И вот теперь очередной доклад. Как вы полагаете, какую реакцию они вообще ожидают вызвать во всем мире? Ну, давайте начнем с первого. Почему в целом вот эта теория про биолаборатории? Знаете, в нашей профессии, в политтехнологиях есть такая теория архетипа. Ну, это ведет еще к Юнгу, но глобально она говорит о том, что разнообразные сценарии, да, которые пугают людей, вот, которые сейчас используют пропаганда Российской Федерации, которые используют в, не знаю, фильмах про апокалипсис, это, по сути, библейские сюжеты. То есть, по сути, ну, как бы пропаганда просто повторяет, как бы сюжеты, описанные при встрече Моисея с фараоном, да, и вот видите, они же не зря выбрали саранчу там и так далее. Это не говорит о том, что все жители Российской Федерации глубоко изучали теологию или даже читали там Библию или Тору или Коран, но это говорит о том, что в целом в нашем цивилизационном сознании, да, любого человека именно эти сюжеты усваиваются. И поэтому российская пропаганда, она, к сожалению, ну, для нас, как для людей, которые общаются с международными медиа или там людей в Вашингтоне, где я нахожусь, конечно, эта пропаганда выглядит, ну, просто дико, да, и, но если мы говорим о вот этих вот использованиях, в том числе потом разнообразных мальфаров, разнообразных шаманов или как бы этих людей не называли, да, но они выглядят так. Это снова же апелляция к вот этому архетипу, это называется архетип юродивого, да, который используется, использовался снова же во всей классической литературе, классическом искусстве, если вы вспомните, снова же там основы, ну, самые знатные объекты живописи, там тоже эти вот персонажи есть. Поэтому, к сожалению, на избирателя Путина этот месседж работает, и я с вами, ну, я также вот соглашусь с экспертом, который выступал, что эта тема, она использовалась в период холодной войны, и она используется и сейчас, как хорошо забытое старое. Ну, в целом, ровно так же мы видим, что, допустим, боль противостояния с коммунизмом, она до сих пор присутствует здесь, в Соединенных Штатах. Люди до сих пор снова же, ну, априори критично относятся ко всем государствам, которые исповедуют и голосуют за коммунистические партии, например, ну, как к России, так и к Китаю. Но, снова же, к сожалению, эта пропаганда находит своего потребителя, и это именно тот потребитель, который голосует за Путина, и который хочет быть частью великой России. Ну, конечно, я утрирую, но живет очень бедно, не имеет образования, хочет ассоциировать себя с чем-то большим, что нужно атаковать. Хотя глобально, ну, как мы видим, и после, как бы, событий с Привожиным, что, ну, никакого великого государства нет, и Путин даже не контролирует людей, которым платят, по сути. И немалые деньги, да, как оказалось, миллиарды. Ну, кстати, очень хорошо, что он признал это, потому что вот та дискуссия, о которой мы говорим здесь с конгрессменами, с представителями Нижней Палаты, Хауса и Верхней, это как раз связь Вагне-группа, который признан международной террористической организацией, с государственным бюджетом России. Это крайне важно. Это очень важный момент, да, и это признание Путина, по сути, может быть основой для будущих исков против России. Поэтому, какое бы оно ни было болезненное для нас, да, но вот это вот признание, которое он в прямом эфире сделал, что, по сути, государственный бюджет финансировал Вагнер, это может быть, ну, вот прям ключевым аспектом в будущих компенсациях Украине со стороны России. И там еще, вот на федеральном канале Дмитрий Киселев еще и сумму озвучил, сколько Вагнер получал, и там больше, чем 800 миллиардов рублей. 800 миллиардов, это больше, чем на всю медицину, если так посчитать. Ну, какие приоритеты у их государства, мы уже поняли, но вот ключевое именно, когда в случае признания России государством спонсором терроризма, ее иммунитет как государства будет не работать, и, соответственно, жертвы с Украины, как американские компании, так и, в первую очередь, компании, которые работали с Америкой, смогут судиться. И если с Вагнер группа, по сути, ну, взыскать нечего, потому что у них нет активов в Америке, да, у них есть некие активы в Африке, но в Америке нет, то, ну, государственный бюджет России, российские госкомпании имеют здесь активы больше, чем на 300 миллиардов, и, ну, это может быть существенным, рациональным и эффективным способом получения, ну, непосредственно денег на восстановление. Это крайне важно. Конечно. И крайне важно, чтобы Путин это признал. Продолжение следует...